Светофор заработал, но люди продолжают перебегать на красной. Оптического регулировщика на Соборной площади пока не замечают ни пешеходы, ни автомобилисты. Только за полчаса правила на этом участке дороги нарушили более 10 человек. Те, кто ездит по правилам, признаются, переход проезжают машинально. Где он? Я не видел даже его, если честно. Вы проехали на зелёный или на красный, даже не заметили? Зелёный, зелёный, еду. Я чуть не обратил внимания даже, если честно. Мне кажется, тут так подряд светофоров хватает. Особенно он на вокзале два подряд стоит. Тут теперь два подряд стоит. Поставили светофор на этом переходе не случайно. Большой поток пешеходов затрудняет движение транспорта. Люди привыкли переходить дорогу по одному. И в час пик Большая Московская постоянно стоит. Светофор должен стабилизировать движение. Работает по нажатию кнопки. То есть включает зелёный свет по требованию пешеходов. Аналогичные светофоры есть и на других дорогах Владимира. Там проблем с движением не возникает. Пробок, уверенно, в Центре управления городскими дорогами удастся избежать и здесь. Приведён определённый мониторинг. В Центре управления городскими дорогами совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства провели мониторинг. Исследовали количество транспортных единиц. Определили количество пешеходов за единицу времени, сколько проходит. И подобрали оптимальную схему работы светофорного объекта. Поэтому, я думаю, пока всё в порядке. Время для перехода ограничено. Зелёный свет горит всего 18 секунд. Но пешеходы и водители, которые к нововведению уже привыкли, отмечают, что движение на этом участке стало лучше. Я считаю, да. А почему? Ну, я вижу, как много здесь народу. Плюс ещё остановка. То есть, если автобус едет, нужно срочно пройти. Это замечательно. Не, ну, в принципе, нормально всё сделали. Но, как бы, некоторые водители ещё, ну, точнее, пешеходы не понимают то, что это. Как бы, это не проблема. То есть, это остановка установили для пешеходов, да? Да, и для пешеходов, чтобы, ну, не сбивали там никого и так далее. К новой системе движений привыкать придётся. Но в мэрии уверены, теперь этот участок дороги стал безопаснее. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, Шестой канал.